Сегодня мы отправимся на выставку, но не в музее, не в галерею, а в учебную аудиторию. Здесь становятся художниками и постигают все тонкости науки о цвете и композиции. И если шахматисты играют вслепую и так запоминают расположение фигур на доске, то художники иногда пишут спиной к натуре. Я поставила перед собой такую сверхзадачу писать, но чтобы модель мне не мешала. То есть я стараюсь поворачиваюсь, стараюсь запомнить максимально и отворачиваюсь и уже пишу то, что запомнила. Это, конечно, очень сложно, но это очень полезно. Лена студентка первого курса высшего художественного колледжа имени Постойкина. Здесь можно получить и среднее специальное, и высшее образование. Лена как раз на первой ступеньке вышки, но за ее мольбертом уже 4 года учебы здесь. В этом зале выставка экзамена работы за последнее полугодие. И если пробежаться по ним взглядам, то становится понятно, что больше всего Лена любит писать портреты. Стараюсь написать не просто портрет, а передать характер, психологию, ну, немножко глубже копнуть. Стараюсь это сделать. И пишу портреты с удовольствием своих однокурсников, одногруппников, есть и преподаватели. Вместе с преподавателями ездили встроенцы на пленеры. И там Лене совсем хотелось писать не пейзажи. Она сделала три портрета за короткий промежуток времени. Но самый любимый Ленин портрет – портрет однокурсника Вовы. На белом фоне быстрые и легкие мазки, в них юность и смех. Можно сказать, что это чистое вдохновение. То есть этот портрет я написала за полчаса. Вот здесь Вова сидел. И я, можно сказать, даже не помню, как его написала, потому что это было полное отключение. То есть в конце уже видела, вот, я написала, и мне нравится. Ну и Вове понравилось. Натурой может стать все, что угодно. Этот букет однажды принесла библиотекарь Леонора Степановна. Устоять было невозможно. И тоже вот использовала такой, как вы уже заметили, такой прием, писала спиной. Да. И постаралась передать солнце. Вот когда пишешь, дашь букет, надо, чтобы ощущался аромат. Я не знаю. Вот это тоже сверх такая задача. Мне кажется, вот солнце, и что вот этот букет благоухает. Такие выставки-просмотры студентов Высшего художественного колледжа планируют проводить каждые полгода. Так делают во всех художественных академиях мира. Это культурное событие. И посещать их могут все желающие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова